Добрый день, мои дорогие друзья! Я вам обещала, что буду показывать свою Эдден Розу не один раз. Это красавица, любимица всех садоводов. И в Америке, и в России все ее любят. Это розочка Миньяна, выращенная в 1962 году. Она очень старая уже, но она прекрасно вписывается в наши сады. Ее формирует кто как хочет. Она подается формировке. Можно обрезать, будет ниже. Если она попадает в полутень, она вообще будет намного ниже. У меня здесь получается ей роскошное место. Солнышка много. Я ее обрезаю, чищу. Но все в меру. Некоторые эту розу на штамбе выращивают. Ну вы представляете, сколько красоты человек теряет. Сколько там поместится на штамбе цветочков. Отцвели, ра-ра-ра и усе. А у меня тут она цветет, не перестает. Вот я вам показывала видео неделю назад. Были только нижние цветочки. А сейчас уже вон та верхушечка зацвела. Хендель уже отцветает. Дженжибер селабуб. Может быть я отдельно сниму. Ну вот это красавица. Ребята, я никого не учу, что делать, как удобрять, как обрезать. Я просто делюсь своим десятилетним опытом. Чтобы вы могли сами себе сделать выводы. Несколько лет назад в этой розочке на веточках было, я посчитала, 13 бутонов на одной ветке. В этом году их меньше. Но все равно, посмотрите, каждая ветка, вот сколько в нее бутонов. Сколько в нее цветов. Видите, как она. В бутоне она одна. В полуроспуске она другая. И в распуске она третья. Вот одна роза может иметь сколько. Смотрите, прозрачено. До белой. Вот цветочки, которые стоят уже, наверное, неделю. До белого цвета дошли. Вот издалека, смотрите, этот угол. Сейчас солнышко как раз выходит. Здесь под павловней тень. И сейчас солнышко повернется. И от павловни упадет туда тень. Поэтому я тороплюсь вам снять, чтобы вы увидели этот уголочек. И вблизи, и издалека. Ребята, спрашивайте, буду отвечать. Я вам расскажу больше, чем все пишут в энциклопедиях. Потому что у меня большой десятилетний опыт. Я пережила сколько всяких нюансов. Все на собственном опыте. Сначала в книгах все читала. Заглядывала, конечно, в интернет. Но до того не было интернета. Были только книги. Заходите, ребята. Буду вас ждать в гости. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok